Айст С давних времен у большинства народов Айст является одним из самых почитаемых пернатых С ним связано много преданий и легенд Ему приписывается роль вестника, сообщающего о рождении ребенка Считается, что в дом, рядом с которым поселился Айст, приходит счастье и благополучие Во многих городах России Айстам установлены памятники Такая замечательная скульптура украшает одну из улиц Рязани В России обитает три вида этих удивительных птиц Белый, дальневосточный и черный Черный малоизвестен людям Селится в глухих заболоченных лесах Встретиться с ним весьма сложно Белый и дальневосточный долго считались одним видом И только в конце 20 века их разделили Внешне они отличаются совсем немного У дальневосточного черный клюв Красная кожа вокруг глаз И белая радужная оболочка У белого клюв красный А радужная оболочка глаз темная А вот у их птенцов все наоборот У аистят дальневосточного вида Клюв светлый с розовым оттенком Аистята же белого вида имеют темный клюв Обитает дальневосточный аист При Амурье и Приморье Зимовать улетает в Китай Является одним из самых редких аистов мира От белого брата он отличается тем Что всегда устраивает гнезда Вдали от людей В труднодоступных местах Гнезда располагают на деревьях И опорах линий электропередач Белый аист Обитает в европейской части России Неизменно селится в населенных пунктах На крышах домов, деревьях, водонапорных башнях Причем это единственная птица Которая выводит птенцов Только рядом с человеком Именно с белым аистом Славяне связывают поверье Легенда о том, что аист приносит дом счастья Обернулась для птицы невероятным благом С давних пор в деревнях Люди устанавливают для аистов Опоры с горизонтальной площадкой Вверху и каждый год весной ждут прилета Своих постояльцев Зимует белый аист в Африке и Индии На этом отличия белого и дальневосточного Видов заканчиваются Семейный быт у них полностью совпадает Для каждой аистиной пары Главное в жизни гнездо Все важнейшие события происходят на нем Весенние брачные игры Ритуальные танцы Спаривание Ну и конечно же ожидание потомства И забота о нем С зимовки первым возвращается самец Через пару дней прилетает самка Пару аисты создают на всю жизнь Но если первой прилетает с зимовки другая самка То бывшая хозяйка рискует остаться без жилья и без пары Демонстрируя брачный союз Птицы запрокидывают головы И в унисон щелкают клювами Гнездо используется много лет подряд И постоянно достраивается С годами его высота Может достигать 3-4 метров В стенках гнезда часто селятся воробьи И другие мелкие птицы Насиживают птенцов по очереди оба родителя Днем самец, ночью самка Птенцы рождаются зрячими Покрыты они редким пушком Который не может их согреть Поэтому первые 10 дней Родители их обогревают У аистов оба родителя в одинаковой степени Заботятся о подрастающем поколении С первого дня аистята едят самостоятельно Родители приносят пищу в клюве или глотке И отрыгивают середину гнезда Питаются аисты рыбой, лягушками, рептилиями, насекомыми, дождевыми червями Небольшими млекопитающими Совсем маленьких птенцов кормят дождевыми червями К сожалению, аист очень строгий родитель Который внимательно следит за подрастающим поколением Безжалостно выбрасывая из гнезда больных и слабых Это шокирует Но здоровое потомство Опекается аистом очень трепетно В жаркую погоду Птенцы могут перегреться Поэтому родители по очереди Стоят на гнезде так, чтобы их тень Закрывала детей от солнца При необходимости Они раскрывают крылья В целях охлаждения детей В особо знойную погоду Взрослые приносят клюве воду И выливают гнездо Они также дают птенцам попить Выливая воду им прямо в клюв Аисты – единственные птицы Которые приносят воду в гнездо У других пернатых Птенцы получают жидкость из пищи В течение всего гнездового периода Аисты поддерживают в гнезде Идеальную чистоту Регулярно меняют и чистят подстилку Воздушное пространство над гнездом Собственность владельца Посторонний аист, нарушивший границу Немедленно получает предупреждение Недружелюбно они относятся и к дрону В двухмесячном возрасте Молодые аисты покидают гнездо И еще месяц держатся поблизости В течение этого месяца Они вместе с родителями Ночуют в гнезде Полностью самостоятельными Молодые аисты становятся в возрасте Трех месяцев На зимовку они улетают самостоятельно Кто-то из них возвратится В родные места будущей весной А кто-то только через год или два К сожалению, дальневосточный аист находится под угрозой Исчезновения из-за вырубки деревьев И высыхания водно-болотистых угодий Нехватка деревьев вынуждает аистов строить гнезда На опорах линий электропередач Что может привести к возникновению аварий В результате которых птицы гибнут Поэтому люди на опорах ЛЭП Устанавливают безопасные площадки для гнездования Благодаря этому численность птиц в Амурской области В последнее время стабилизировалась Продолжение следует...